Всем нравятся хорошие и интересные книги, но на что вы больше всего обращаете внимание перед тем, как купить их? Правильно, на обложку. Точнее, на ее качество. Чем она ярче и красивее, тем сильнее хочется ее приобрести. Не так ли? Вот поэтому мы сегодня и обсудим, какие из моих книг являются обладателями самых красивых и привлекательных обложек, а также сравним обложки книг нескольких разных издательств и серий. Я подумал разобрать серии трех известных издательств. Эксмо, Азбука и АСТ. Какие из них мне больше всего полюбились, а какие нет. Всем привет, вы на канале SaberShot и меня зовут Сабир. Добро пожаловать в новую локацию. Что мне больше всего нравится, так это микрофон. Голос выходит гораздо чище. Так вот, во избежание путаницы я заранее осведомляю вас о том, что я буду говорить свое собственное мнение о каждой серии в отдельности. Из тех, что я читал, разумеется. То есть некоторые серии книг я и вовсе в руки не брал. И еще один момент. Не спрашивайте меня о ценах на эти книги. Я все равно живу не в России, а в Азербайджане. Так вот, думаю начать с нашей любимой эксклюзивной классики АТСТ будет самое то. Обожаю ее. Она успела полюбиться практически всем русскоязычным книголюбам. Буквально у каждого книжного блогера и не только на полках лежат такие вот книги. Яркая обложка, ее красивое оформление, расцветка в соответствии с авторами и их произведениями, и картинки, описывающие историю. На полке стопка таких книг смотрится лучше всего. Как мини-радуга, состоящая из всех тонов цветовой палитры. И по цене эти книги совсем недорогие. Спрашивается, что еще нужно для идеального издательства. Но у всего есть свои минусы. Минусы, которые я отмечаю сам для себя в отношении этого издательства, следующие. Во-первых, повреждающиеся края и самообложка. То, что я больше всего не люблю, это вот такие вот секущиеся кончики. Своеобразные заусенцы у книги. Всех бесит, когда она мнется вот так, да? Я пользуюсь ими довольно аккуратно, но даже самые аккуратные читатели не застрахованы от повреждений этих книг, если даже не пользуются ими вне дома. Я лично читаю их, когда стою, сижу, лежу, хожу, вешу, глажу, кашу, вожу. Качество бумаги варьируется от книги к книге. То есть в одной это может быть белая качественная бумага, а в другой хлипкая желтая. Оттого они и по весу могут отличаться. Бывали у меня такие случаи, когда страницы не то что слепались, а были одной целой бумагой. На кончиках прямо смыкались и приходилось их рвать. Ну, такое бывает крайне редко. Я даже не помню, в какой именно книге это было. Поэтому отнесем данные случаи к бракованным вариантам. Еще момент. В некоторых произведениях бывает довольно много механических и грамматических ошибок. Но если судить честно, это встречается в одной из 20 книг в среднем. Еще одно субъективное замечание, которое замечается во всех книжных магазинах. Ну ладно, не во всех, но в большинстве. Я просто терпеть не могу эти дурацкие штрих-коды на внутренней стороне задней обложки книги. Вот смотрите, что творится. Видите этот след? Я всегда выдираю их с корнем. Невзирая на последствия. И часто, особенно у книг в мягкой обложке, повреждаю при этом внутреннюю, а иногда даже внешнюю часть. А все из-за того, что случилось лет 8 назад. Значит, зашел я как-то в один супермаркет. Вы удивитесь, но с намерением затариться. И вот купил множество продуктов, все оплатил и уже выхожу из супермаркета. И тут эти детекторы, что стоят у входа, начинают дико визжать. Ко мне подбегает охрана и спрашивает, можно ли проверить ваши вещи. Где-то минут 5 они сверялись по чеку с теми продуктами, что я купил. И в итоге дело дошло до моей сумки. Ну или барсетки. А у меня всегда с собой бывает какой-то рюкзак, в котором я ношу книги и еще несколько вещей. На тот момент я, кстати, читал Бессонницу Стивена Кинга. И тут охранник достает эту книгу и проносит через детекторы. И они, соответственно, вновь начинают визжать. Оказывается, что на внутренней стороне обложки точно такой же штрих-код. Эту книгу купили в книжном магазине и подарили мне на день рождения. Поэтому никак не возьму в толк, почему на тот момент она осталась активной. Видимо, с этим делом что-то нечистое. По этой причине первое, что я делаю после покупки книги, это прихожу домой, сажусь на кровать и начинаю медленно, не спеша, избавляться от этого инородного тела. Точнее, вырываю с корнем, несмотря на то, что могу повредить обложку. Так я их ненавижу. А проблема с толстыми книгами этого издательства, как, например, с книгой «Братья Карамазовы», заключается в том, что она под своим собственным весом начинает рваться на части. То ли шов слабый, то ли на самом деле вес книги слишком большой. Но она не выдерживает. Мне лично это всегда создает неудобства. Я часто читаю книгу в автобусе, некоторые из вас это знают, то есть по пути на работу или домой. И держать книгу в одной руке из-за этой проблемы бывает крайне неудобно. Вот, думаю, я отметил все минусы, касательные именно этой серии. Но многие минусы перечеркиваются у ее старшей сестры в твердой обложке. Тут уже мы минуем множество проблем. Здесь даже такая симпатичная закладка имеется. По цене, конечно, данная книга чуть дороже. Однако она стоит своих денег. Единственный минус заключается в том, что они попадаются гораздо реже, чем книги в мягкой обложке. Редко, когда могу найти нужную книгу в твердой. Оттого и беру, по большей части, мягкую версию. И еще один момент. Штрих-коды отрываются гораздо легче. Так, это все относилось к серии «Эксклюзивная классика». Самое время перейти к зарубежной и русской. Представителей русской у меня у самого нет, как вы могли заметить. Но зато есть скорбь сатаны Марии Карелли. То есть зарубежная. От нее и будем отталкиваться. Ведь русская классика представляет собой то же самое. Просто цвет и оформление другое. Что могу сказать по поводу этой серии? Книга легкая, как перышко, несмотря на свою броскую громоздкость. Качество страниц приемлемое. Если не будете делать резких движений, не порвется. Читать книги этой серии, по сути, очень удобно. И по цене они тоже недорогие. Стоят чуть дороже книг в серии «Эксклюзивная классика» в мягкой обложке. Так, сразу переходим к следующей. Теперь вот книга от издательства «Азбука Атикус», серия «Азбука классика». Как пример я взял произведение «Белеет парус одинокий». Также еще одну, незабвенная и вленово. Книга неплоха. Как будто та же эксклюзивная классика. Лишь обложка отличается своим ламинированным покрытием. Но она при этом гораздо лучше сопротивляется изнашиванию. К тому же у нас есть и другие варианты этого издательства. Просто не с зеленой, а с красной окантовкой. Например, книга Михаила Шолохова «Поднятая целина». Особых отличий от вышеотмеченной книги, за исключением того, что она толще, нет. Качество бумаги хорошее. И, кстати сказать, если сравнивать между собой оба издательства, то есть, например, «Братья Карамазовы» и «Поднятая целина», швы страниц у произведения Шолохова держатся гораздо лучше и крепче. Оттого и книга не разваливается под своим собственным весом. Хотя она весит точно так же, как «Братья Карамазовы». Если и брать громоздкие книги в мягкой обложке, то, думаю, выбор должен остановиться на азбуке «Атикус». Поехали дальше. «Покетбук». Мне это издательство вообще не нравится. И не из-за качества. Оно как раз-таки неплохое. Тоже ламинированная обложка, как у издательства «Азбука Атикус». Но качество бумаги чуть хуже. Однако, несмотря на это, издательство не нравится мне из-за своего дизайна. То есть, эти черные обложки смотрятся мрачно. И стеллаж, заполненный книгами от этого издательства, внушает лишь отвращение. Кстати, вот эту книгу «Харуки Мураками. Норвежский лес». «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. И еще «Над пропастью воржи» Джерма Селенджера. Я взял только потому, что их не было в других издательствах. Теперь хотелось бы отметить издательство «Эксмо». У меня есть несколько книг от этого издательства, как, например, «Над кукушкиным гнездом Кена Кизи». Серия всемирная литература с картинкой. На первый взгляд неплохо, но бумага не самая лучшая, открыто говоря. Мне лично не очень нравится. Рвать намеренно я не пробовал, но на ощупь уже все понятно. А так, для коллекции неплохой вариант. Что ж, думаю, пришла пора двигаться дальше и перейти на серийное производство. Предлагаю начать с золотой коллекции «Агаты Кристи». Начнем с «Эксмо». «Агата Кристи. Щелкни пальцем только раз». Серия «Агата Кристи. Любимая коллекция». Качество бумаги неплохое. Прочная газета. Эта книга в сравнении с другими, мне кажется, очень легка в производстве. Тут даже цветовая палитра по большей части состоит из черного, серого и белого цветов. Не сказать, что я чем-то недоволен в отношении этого издательства. Но покупать книги, известные на весь мир писательницы, в таком вот блеклом варианте я не хочу. Поэтому обращаю свой взор на более качественные и достойные варианты. Представляю вам «Агата Кристи. Смерть на Ниле». Издательство «Эксмо». И серия не отмеченная. Или я что-то не понял. Но, судя по всему, серия именно «Агата Кристи». Еще одна книга из этой же серии «Десять негритят лежит дома». Кстати, книга следующая в очереди на прочтение. Так вот, это одна из моих любимых серий. Благодаря красивым, ярким рисункам на обложке и за песочный цвет огромный плюс. Даже цвет у логотипа канала почти такой же. Качество бумаги отличное, белого цвета. Даже не знаю, в чем ее упрекнуть. Однако у нее есть конкурент. Тоже «Агата Кристи» от «Эксмо», только вот серия «Яркие страницы». В ней, конечно, не только книги «Агата Кристи» выпускаются. Но из этой серии я взял именно «Убийство в Восточном Экспрессе». Тоже высший класс. Привлекательные на вид, слегка шероховатое покрытие, твердая обложка, белоснежная и прочная бумага. Красота, что уж говорить. Поэтому возникает сложный выбор между этой серией и вот этой. Я все-таки выберу эту. Мне она чисто визуально больше нравится. А теперь настал момент вспомнить «Короля ужасов». Переходим чисто к серии книг «Стивен Кинг». Мы читали его книги и в мягкой, и в твердой обложках. Причем в нескольких разных издательствах. «Бессонницу» и «Мизери» в «Мягкой», а в «Твердой» — «Кладбище домашних животных», «Зеленая миля» и «Сияние». А, чуть не забыл, еще «Мертвая зона» в уже привычной нам эксклюзивной классике. А минус вот этой вот серии от АСТ в «Мягкой обложке» заключается в следующем. Она очень податливая на всякие физические воздействия. Проще говоря, хрупкая. Легко мнется верхний слой обложки. Такая вот тонкая пленка, ламинированное покрытие часто отклеивается и отрывается от книги. Вы только посмотрите, она просто уничтоженная. Ну, ей уже лет 10, наверное. Кстати, это та самая бессонница, о которой я говорил в начале ролика. Сразу видно, что она прошла через огонь, воду и медные трубы. Поэтому очень советую брать книги Стивена Кинга в твердой обложке. Причем у меня тут в наличии два варианта. Такая и такая. Издательство по-прежнему АСТ. Серия «Король на все времена», то есть Стивен Кинг. Из этой серии я пока брал только «Кладбище домашних животных». Оформление самой обложки очень цепкое, не находите? Причем при таком качестве она не особо много весит. По крайней мере для меня. В транспорте читать очень удобно. Бумага тоже довольно качественная. А что до другого варианта, то тут у нас «Зеленая миля», а также «Сияние дома» лежит. Издательство АСТ и серия с очень символичным названием. «Темная башня», одна из вселенных Стивена Кинга. Плотная обложка и крепкие страницы. Эти книги очень удобны в использовании. Довольно легкие и сами по себе красивые. Будет у меня побольше полок и стеллажей, то одну из них заполню сверху донизу целой коллекцией от Стивена Кинга. Однако, как и в случае с Агатой Кристи, если выбирать между сериями «Король на все времена» или «Темная башня», я выберу первый вариант. Он не то, что качественнее, он краше. Что ж, на этом я думаю завершить выпуск. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам было интересно пройтись по моей коллекции книжек. Читаю, когда могу. Но было бы у меня больше свободного времени, собрал бы еще больше образцов из мира литературы. А пока мы работаем с тем, что есть. Кстати, напишите в комментариях, будет ли вам интересно пройтись по всем моим книжным полкам. В просторах ютуба я часто натыкался на такие ролики. Честно говоря, они мне кажутся скучными. Но если я увижу, что многие из зрителей за эту идею, то склепаю свой собственный выпуск на эту тему. Все зависит от вас, ребята. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok